И последнее. Настоящий квест охватил республику накануне вечером. Сотни жителей Хакасии в небывалом Азарте искали в разных точках спрятанные ведущими программы «Орел и Решка» бутылки с купюрами по 100 долларов. Судя по всему, сувенир, при этом хорошо подкрепленный финансами, заинтересовал многих, а кто-то наблюдал со стороны. Улица Бузулаева никогда не была такой активной. Весь город трянулся искать купюру в 100 долларов от «Орла и Решки». Когда мы сегодня посмотрели эфир, хотели рвануть, туда было, но поняли, что это бессмысленно. Когда посмотрели в окно, у нас светло стало от автомобилей. Популярное тревел-шоу посвятило свою серию Хакасии впервые. Судя по всему, какой-то успех был. Уже сегодня все пять бутылок были найдены поклонниками передачи. Их нашли в Аскизском районе, по дороге в спорт-отель «Гладенькая», на поле вертолетной площадки «Саян-Аэра» и в Две-Вабакане, на Нижней Согре и на входе в парк культуры и отдыха. Однако сегодня в интернете пользователи недоумевают. Первый сувенир был найден раньше, чем программа вышла в эфир. Некоторые предполагают, что зрители посмотрели трансляцию программы в интернете по другому часовому поясу. Кстати, понервничать популярная передача заставила не только любителей квестов. Сегодня программу активно обсуждают, и не все ей довольны. Многие пишут, что ведущие допустили несколько фактических ошибок, да и вообще могли сделать интереснее. Это о нашей Хакасии такое ощущение, что в торопях снимали и монтировали еще и с кучей ляпов. Скучно и слишком заметно, что ведущим не особо-то все это интересно. А представьте, сколько ляпов они делают про всякие африканские страны, а мы просто этого не знаем и поэтому не замечаем. Мне одно и понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!